ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возможному изменению ставки налога на вмененный доход будет принято в конце марта. Комментарии представителей городской власти смотрите в этом выпуске. Музейному центру быть. Здание будет построено на улице Соборной и в рамках закона. Половодье этой весной ожидается не сильным. Накануне состоялось заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ну а теперь обо всем подробнее. Прошлой осенью, еще в ноябре 2014 года, стали известны планы постройки отдельного нового здания для Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, который сейчас располагается в Рязанском Кремле. Место под строительство музейного центра – это площадка на улице Соборной перед зданием Центробанка. Туда, по мнению авторов-разработчиков проекта, должна полностью переехать вся экспозиция из обширных музейных хранилищ. Впрочем, не всем такое решение понравилось. Некоторые специалисты считают, что таким образом историко-архитектурный музей в Кремле потеряет свое лицо и станет обычным краеведческим музеем. Сегодня в региональном министерстве культуры министр Виталий Попов отвечал на вопросы журналистов касательно строительства музейного центра на Соборной. На конференции обсуждался один вопрос и касался он нюансов строительства нового здания музея на улице Соборной. Само здание, по словам министра культуры и туризма Виталия Попова, должно предусматривать возможность правильного хранения большого количества экспонатов, которые сейчас находятся на территории Кремля. Надо понимать, что здание это особое, здание уникальное, потому что оно должно предусматривать пусть современным стандартам и возможность посещения маломобильными гражданами, и наличие лифтов, и самое главное, уж извините, Олег Сергеевич, что не с того начал, настоящих правильных условий для фонда хранения, потому что у нас абсолютно уникальные экспонаты. Большой резонанс вызвало как местоположение будущего музея, так и его высотность. Очень долго мучились над этой высотностью, сравнивали, просматривали, да, и здесь, естественно, есть такая норма, что должны проходить публичные слушания. Публичные слушания проходили, это отклонение было одобрено. Что сделано, то сделано. 3 марта подрядчик уже был назначен. Строить музей будет московская фирма. В течение следующей недели с ней будет заключен договор, а потом уже начнутся работы на площадке. Есть еще одна актуальная городская тема. Касается она предпринимательского сообщества и связана с налогом на вмененный доход. В начале года появилась информация о том, что городские власти приняли решение повысить ставку этого налога. Бизнесмены заявляли, что повышение крайне резкое. Для ряда отраслей оно составило бы одномоментное увеличение до 30 раз. Рязанское предпринимательское сообщество выступило против такого решения городских властей. В феврале на общественных площадках, например, на заседаниях регионального общероссийского народного фронта, высказывалось мнение о нецелесообразности повышения налога на вмененный доход. И уже в середине февраля глава администрации Олег Булеков заявил, что уровень этого налога останется на прежнем прошлогоднем уровне. Позицию городской администрации прокомментировал и начальник управления экономики Артем Уварвихвост. По его словам, сейчас проводится оценка так называемого регулирующего воздействия проекта решения по изменению коэффициента К2. Проще говоря, сейчас проводится активное обсуждение между предпринимателями и чиновниками экономических управлений администрации о целесообразности каких-либо изменений ставки вмененного дохода. Для участия в данной процедуре, которая представляет собой сбор предложений и, соответственно, потом их публичное обсуждение и принятие решений, были направлены предложения по участию в ней общественным организациям, которые занимаются вопросами ведения предпринимательской деятельности, такие как Деловая Россия, Торгово-промышленная палата, Опора России, а также Уполномоченному по правам предпринимательства, по правам предпринимателей в Рязанской области. В настоящий момент с предложения поступили в наш адрес. Сейчас проводятся процедуры по их рассмотрению. Она должна быть завершена к концу следующей недели. После этого проект решения будет направлен на рассмотрение депутатами Рязанской городской думы. Нормативные документы должны поступить в Думу в ближайшее время, поскольку в настоящее время осуществляется оценка данного документа, оценка регулирующего воздействия, по закону так необходимо. В том документе, который будет вынесен на Думу, сохраняются те параметры налогообложения, которые действовали до 1 января 2015 года. Вопрос планируется рассмотреть 26 марта, и мы этот вопрос будем рассматривать на заседание Рязанской городской думы. В данном случае мы работаем планомерно, поступательно, в соответствии с законодательством. Могу отметить, что у предпринимателей будет достаточно времени для того, чтобы заплатить налоги уже с новь принятым документом своевременно. Напомним, что еще 16 февраля глава администрации Рязани Олег Булеков заявил, что повышение единого налога на вмененный доход в Рязани будет отсрочно на год. Через два дня, 18 числа, предложение Булекова поддержал председатель Рязанской городдумы Андрей Кашаев. 19 февраля в Рязани состоялась совместная встреча представителей областной власти и организаторов компании по сбору подписей за отмену повышения ЕНВД. Участники встречи отметили, что рязанские предприниматели и представители власти пришли к единому результату – оставить К2 на уровне 2014 года. А теперь кооперативные информации. Рязанские дорожные полицейские сообщают подробности автоварии, произошедшей вчера вечером на улице Щерса. Там, на неосвещенном участке дороги, насмерть сбили пешехода, которого попросту не заметили. 4 марта на улице Щерса произошла страшная авария. Под колеса автомобиля попал 25-летний рязанец. 23-летний водитель десятки сообщил, что пешехода не заметил. Молодой человек шел посередине проезжей части навстречу движению автомобилем. На нем была темная одежда без отражающих элементов. По неустановленным пока причинам пешеход двигался в темной одежде по середине проезжей части. Искусственное освещение на данном участке дороги отсутствует. В результате наезда от полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Стоит отметить, что освещения на данном участке дороги отсутствуют. Сотрудниками госавтоинспекции еще год назад был направлен запрос прокуратуру Октябрьского района с просьбой проследить за ситуацией. Прокуратура, в свою очередь, направила исковое заявление в суд, решением которого Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации Рязани было обязано оборудовать перекресток улиц Черновицкая и Щерса стационарным электрическим освещением в соответствии с ГОСТом в срок до 1 декабря 2014 года. Однако до настоящего времени решение суда не исполнено. По факту установки искусственного освещения госавтоинспекция обращалась и к владельцу дороги, и в органы прокуратуры. Также вынесено положительное судебное решение. Однако освещения до сих пор нет. Банальная халатность чиновников стоила жизни молодому парню. Следят дорожные инспекторы за безопасностью перевозки детей. Хотя в последнее время, как сообщают полицейские, родители стали гораздо более ответственны подходить к вопросу безопасности во время движения по рязанским трассам. Правда, очередной рейд продемонстрировал, что все-таки водители-нарушители пока еще остаются. Сегодняшний рейд сотрудники ГИБДД посвятили выявлению нарушений правил перевозки детей. Проходило это мероприятие в то время, когда у учеников начальных классов заканчиваются уроки, и родители забирают своих детей из школ. Впрочем, не все взрослые соблюдают необходимые правила безопасности. В профилактике дорожных трансформных происшествий с участием несовершеннолетних 5 марта на всей территории Рязанской области проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети!» направлено на выявление нарушений правил перевозки детей. Сотрудниками госавтоинспекции будет обеспечена максимальная проверка водителей на предмет перевозки детей ненадлежащим образом. По официальной статистике дорожных инспекторов, только за два месяца этого года на трассах Рязани и области в результате дорожно-транспортных происшествий получили травмы 25 несовершеннолетних. Причем 15 из них являлись пассажирами транспортных средств. «Обязательно!» «Да?» «Да, у ребенка пристегивается специальное устройство на груди. Ну все. Для первоклассника, считай, достаточно». «Наш ребенок только в кресле и только пристегнут ездит. Так и виднее, и все, да, Ваня? Только колесики не видно, а так и машины не видно, и все хорошо. Да, сына?» «Угу». «Угу». «А скажи, пожалуйста, знаете, чего это кресло нужно?» «Для безопасности. Это бывают такие аварии, что даже могут разбиваться там, кровь может обольется, руки переломы, могут что угодно случиться». В общем, перевозить своих детей с помощью специального удерживающего устройства – это не только требование сотрудников госавтоинспекции, но и насущная необходимость. Ведь даже если вы аккуратны и уверены в безопасности своего вождения, на дороге всегда может найтись невнимательный и безответственный водитель, который может спровоцировать ДТП. И, конечно, выбор должен быть очевиден – здоровье малыша или детское кресло с ремнем безопасности. Накануне в Старожиловском районе прошло расширенное заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Основной вопрос, безусловно, это предстоящее весеннее половодие, которое периодически застает врасплох власти некоторых районов области. Участники совещания, безусловно, основное внимание уделили безопасности, здоровье и жизни людей во время предстоящего разлива. 4 марта в Старожиловском районе состоялось расширенное заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Речь шла о готовности органов управления к паводку и обеспечению безопасности людей на воде. Исходя из многолетних наблюдений, в этом году резкого подъема воды в основных реках не ожидается. Малые запасы снега и дефицит влаги в почве будет способствовать минимальному уровню подтопления. Прогнозируется, что ситуация будет схожа с прошлым годом. В период половодия для организации лодочных переправ в районах, подтапливаемых во время половодия и при эвакуации жителей населенных пунктов, отрезанных водой, доставки продовольствия, медикаментов, медицинских работников и нового обеспечения, планируется задействовать силы и средства поисково-спасательных подразделений области и Центра ГИМС Главного управления. Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и техновенного характера на территории области создан запас материальных средств на сумму 93 миллиона рублей, в том числе объем резервов материальных средств субъекта составляет 50 миллионов, муниципальных образований 43, на объектах экономики 2 миллиарда 388 миллионов рублей. В случае, если вода все же поднимется выше предполагаемой нормы, предусмотрены методы оповещения населения. В первую очередь будут запущены автоматизированные системы централизованного оповещения и комплекс системы экстренного оповещения населения с запуском электросирен. У нас в области есть любители рыболовы, которые под предлогом доставки товаров первой необходимости жителям отрезанных паводок населенных пунктов выводят свои плавсредства на воду до начала навигации без освидетельства инспекторами ГИМС. Данная ситуация может также повлечь за собой гибель людей. Обращаю особое внимание председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям пожарной безопасности муниципальных районов на данный вопрос. По итогам заседания на реке Исти состоялись практические мероприятия по обеспечению безопасности людей на воде в весенний период. Сотрудники поисково-спасательной службы продемонстрировали несколько способов спасения тонущих, в том числе методы самоспасения. В период весеннего половодия планируется усилить меры безопасности на воде. В прошлом году в апреле произошло три несчастных случая, которые были связаны с рыбной ловлей на тонком льду. В целях профилактики гибели людей в весенний период усилена работа с населением. Инспекторы ГИМС разъясняют рыбакам правила поведения на воде и проводят тематические уроки ОБЖ в школах. На этом наш сегодняшний информационный выпуск подошел к концу. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет главный глаукоматолог Рязанской области Виктор Кунин. Завтра Всемирный день борьбы с глаукомой. И речь в беседе пойдет о профилактике и лечении этой болезни. А на сегодня с новостями это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. В том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова